Если вы сейчас смотрите это видео, значит вам так или иначе нужна помощь. Либо вы сейчас чувствуете недомогание, либо вы иногда его чувствуете, либо вы с этим как-то связаны. И я хочу начать видео с того, что это не смертельно, это не страшно, это не убивает вас. И нет ни одного случая, когда человек умер от панической атаки. Я говорю это потому, что знаю, что люди, которые проходят через подобное состояние, они думают, что они умирают. В последнее время в инстаграме меня очень много находит народу по хэштегу паническая атака. У меня всего лишь один пост с этим хэштегом. Но именно этот пост привлекает внимание. Там я очень четко в нескольких словах описала, что такое паническая атака, что ты чувствуешь. До некоторых пор я боялась. Я боялась. Я ждала снова и снова. А вдруг она снова вернется? А вдруг это снова произойдет? А вдруг это произойдет там, где не будет никого, кто сможет мне помочь? А вдруг они будут надо мной смеяться? А вдруг я буду одна? И я не знаю. В общем, такие мысли страшные. Каждый день ты живешь в этом. Каждый день. Впустите это в свою жизнь. Дайте этому быть. Позвольте панике, эмоциям, чувствам, энергии, которые из вас выходят через сердцебиение, пот, головокружение, понос и все-все-все вот это. Позвольте этому быть. Я объясню, что значит впустить это в свою жизнь. Вы бежите от этого, а оно вас нагоняет еще быстрее. Вы бежите еще быстрее. А оно еще сильнее настигает вас, оно еще сильнее давит на ваши пятки. И вы еще сильнее бежите. Это такой замкнутый круг. Что вам нужно сделать? Это как с любым страхом. Вам нужно повернуться лицом к своим паническим атакам. Просто вот, на, держи, вот я. Вот такой метод, он сработает. Проблема в том, что не все готовы. Я боюсь пауков. И я знаю, что единственный способ перестать их бояться, это контакт с пауком. Я никогда в жизни этого не сделаю. Я знаю, я знаю, что мне это поможет. В будущем не бояться пауков. Но я никогда не подойду к пауку. Я знаю, что если я позволю быть головокружению, панические атаки уйдут. Я не буду бояться. Но я этого не делаю. Это же страх. Это просто страх. Страх сойти с ума, страх умереть. Страх быть посмешищем. Страх быть незамеченным. Каким угодно. Но это страх. Вся наша жизнь состоит из эмоций. И в данном случае это те эмоции, которые наше тело почему-то из себя выпускает вот так. Вас настигла паническая атака. Вот вы сидите, и вдруг ни с того ни с сего у вас или кровь от головы отошла куда-то, или вдруг у вас сердце стало бить и сильно, и вам страшно. Вы смотрите, и вам страшно. Особенно если вы где-то один. Или в очень многолюдном месте. Или наоборот вы один дома, например. И первое, что вы думаете, что это? Что это со мной? Что происходит? А что если мне никто не поможет? А что если я сейчас упаду? А что если? А что если? А что если? Бум-бум-бум-бум-бум адреналин. Адреналин подскакивает. Следующее, что обычно делают паникеры, невротики, они или встают и начинают ходить туда-сюда, туда-сюда, или они быстро кому-то звонят. Или они заходят в интернет, ищут в интернете, пишут свои симптомы и получают диагноз. Диагноз страшный, смертельный. Можно сразу выходить из дома и ехать за надгробным камушком. Или невротик начинает пить таблетки, или кофе, или наоборот, там, пустырник, или... Он начинает пиньковать. Он ведется, он идет на поводу своих чувств. Что надо сделать? Вас накрыло. Но у вас это уже не впервые. Вы уже подкованный человек. Что вы должны сделать? Вы должны продолжить быть, жить, дышать, существовать, делать свои дела. Продолжить. Просто, просто быть дальше. Это странно. Правда, странно. Но это так. Просто надо позволить этому быть. Вы идете, вы делаете свои дела. Например, я убиралась дома. Тут, вдруг, бум, все, капец, страшно. Но я делаю дальше все свои дела. И моя вегетативная система, вегетативно-нервная система, мое тело, мой мозг, они не поняли. Эй, вообще-то у нас адреналин в крови подскочил. Вообще-то опасность. Но если я своим мозгом, своим физическим телом продолжаю быть, моя вегетативно-нервная система успокаивается, значит, все хорошо. Понимаете? А если я нагоняю дальше и своим мозгом не начинаю бояться, тогда все оправданно. Адреналин не просто так в крови вскочил. Ну, если вам немного страшно это делать, если у вас не получается, берете свой телефон, у меня айфон. Если у вас не айфон, то я не знаю, есть ли подобное приложение для андроид. Ну, антипаника называется приложение. Оно бесплатное. Оно создано Институтом креативной психологии и Союзом охраны психологического здоровья, психического здоровья. Вы заходите в это приложение и видите улыбающихся людей, которые говорят вам, побеждаем панику вместе. Здесь четыре есть раздела. Паническая атака. Что это такое? Механизмы панических атак. Тренинг. И во время приступа. Например, вы открываете мои карточки. Первое. Во время приступа разорвется сердце. Вы пишете, вы отвечаете, да или нет. Вы боитесь этого? Да, допустим. Допустим, вы боитесь, что ваше сердце разорвется. Вы отвечаете да. И вам здесь говорят. Ни у одного человека при ПА за все время наблюдений никогда не разрывалось сердце. Вы, скорее всего, обследованы терапевтом и кардиологом. Врачи не нашли значимых патологий. Ваше сердце здорово. Паническая атака – это реакция интенсивного страха, который не может повлечь повреждения вашего организма. И здесь, по-моему, 30 или 40 таких вот карточек. Вы понимаете, что это помогает? Очень. Что нам надо? Нам надо надежность. Нам нужен сейв. Нам нужно чувствовать себя сохраненными. Нужно чувствовать себя безопасными. Это заставит вас чувствовать себя безопасными. Молюсь на это приложение. И когда у меня это случается, паническая атака, если я, например, уже легла спать, да, ну какие дела продолжать мне делать? Продолжать спать – это очень сложно. Я беру это приложение, и у меня улыбка на лице появляется с третьей, четвертой карточки. Это сейчас настолько популярно, что, наверное, сейчас уже все собаку на этом съели. Уже все знают, что это, что это такое. И люди, такие, как я, которые уже поставили себе все диагнозы мира, которые прошли все это, они приходят к тому, где ключ. Что если ты попробуешь хотя бы раз не обратить на это внимание, расслабиться, я не боюсь, что паническая атака придет. Я знаю, что если она придет, она пройдет сквозь меня и уйдет дальше. Если бы я боялась, я бы всю жизнь жила в таком страхе, в мандраже. Вот так. Я привела вам два таких главных и очень-очень действенных способа. Вы можете позвонить своей бабушке, вы можете съесть любимую конфету. Все, что вас успокоит. Да, да. Но есть методы, которые помогут вам просто жить дальше. А не просто избавиться от этого на несколько дней, а просто помогут вам дальше проживать эту жизнь. Потому что самое страшное, это то, что когда ты спустя несколько дней после панической атаки ты смотришь назад и понимаешь, что это была пустая трата времени и эта боль от того, что ты на какую-то фигню утратишь это, то, что ты мог прожить это время по-другому, что ты мог его прожить с пользой. Это уже, понимаете, это такая пустошенность, это, в общем, такая вот дрянь, от нее надо избавляться. Я прошу вас, напишите мне комментарии свои о том, если вы попробуете это, или если вы избавились, если вы уже это сделали. Пожалуйста, давайте будем делиться друг с другом, давайте мы будем объединяться, потому что нужно нести в массы все эти посылы добрые, позитивные, оптимистичные тем людям, которые действительно видят в этом угрозу, которые действительно видят в этом конец. Я думаю, что все люди должны быть, помогать друг другу, и панические атаки, это чума 21 века, от чумы избавились и от панических атак избавятся. Все это не страшно, все это можно пережить, с этим можно жить, с этим можно творить, свершить огромные дела. Так что я желаю всем большого-большого здоровья, больших-больших совершений, и, конечно же, самых-самых вам позитивных мыслей всегда. Всегда. Пусть у вас всегда будет энтузиазм, пусть вы всегда помните, и никогда не забываете о том, что жить – это прекрасно. Спасибо за просмотры. Я жду ваших пальчиков вверх, комментариев, и увидимся в следующих видео. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин